Исход 1.15 Мы зададимся резонным вопросом, каким образом всего лишь две повивальные бабки могли заботиться о таком количестве еврейских женщин? Как обозначается проблема современными экзегетами? Они настаивают на том, что в соответствии с исход 12.34 и в соответствии с книгой чисел с 1 по 4 главу, число вышедших из Египта израильтян составляло приблизительно 2 миллиона человек. Вот представьте себе такую массу народа. Это означает, что среди них должно было насчитываться несколько сотен и сотен тысяч женщин. Кстати, женщин всегда больше в любом племени, чем мужчин. Однако в книге «Исход» 1.15 утверждается, что фараон говорил только с двумя повивальными бабками, как найти решение для этого сложного случая. Прежде всего, прочитаем отрывок 1 глава, 15-16 стих. «Царь Египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другой Фуа, и сказал, «Когда будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умиршляйте его, а если дочь, то пусть живет». «Наблюдайте при родах, имеется в виду при родильных камнях». Это было такое кресло для роженец. И немножко непонятно. Экзегеты предлагают такое решение, современные экзегеты. Я прочитаю. Фараон говорил только с двумя этими женщинами, потому что они были главными среди еврейских акушерок. История свидетельствует, что египетское общество было высокоорганизованным. В этом обществе были люди, которые отвечали практически за все профессии и ремесла. Большая часть коммерческой деятельности находилась под управлением государства, а все ремесленники подчинялись правительственным чиновникам, управляющим их сферой деятельности. В соответствии с данным типом структуры общества, эти две женщины руководили большой группой еврейских акушерок. «Они и несли всю ответственность за рождение детей, и потому именно им был дан новый указ фараона». Конец цитаты. Теперь посмотрим, что сказано в 18 главе книги «Исход», 24-25 стих. Здесь подобная система египетского управления, она была перенята и самим еврейским народом. «И послушал Моисей слов тестя своего, имеется в виду Итро, священник Матиамский, и сделал все, что он говорил, и выбрал Моисей из всего Израиля способных людей, и поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, сто начальниками, пятидесятиначальниками и десяти начальниками». То есть мы видим, что вот эта египетская структура, она была перенята самими евреями по одобрению Моисея. Поэтому наивно было бы предполагать, что две этих повивальные бабки, они могли бы проявлять заботу о всех еврейских женщинах, женщинах, которых было достаточно большое количество, скажем так. И они просто были главными. Кстати, есть древнее еврейское предание о том, что шифра и фуа – это одна женщина – мать Моисея, а другая женщина – это сестра Моисея, Мариам. Но она называется здесь фуа, потому что она успокаивала маленьких младенцев, и при этом она гугукала, то есть агу, фу-фу-фу, агу, как это было принято в те времена. Поэтому ее имя, оно было заменено. Кстати, удивляться не приходится. Например, если говорить о тесте Моисея, то у него можно насчитать четыре разных имени, только в пятикнижии Моисея. И каждое имя отражало новый этап в жизни этого человека. Таким образом, никакого противоречия здесь нет. Речь идет не о том, что у такого огромного количества людей были только две повивальные бабки, а речь идет о том, что они возглавляли цех повитух, как бы сейчас сказали, и помогали роженицам. Подписывайтесь на библейский портал Exegget, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И, конечно же, берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!